Приветствую вас. Я не уверен в том, что вопрос, задаваемый вами, является психологическим, потому что, если я правильно понял, то у вас, у вас вот у самой психологических проблем нет, я так понял. Именно у вас проблем нет, психологических. А мы здесь все-таки работаем больше с психологическими проблемами, именно людей. И если психологических проблем нет у вас, то я боюсь, что помочь вам мы не сможем, потому что то, о чем вы говорите, это все-таки больше, ну, это все-таки касается больше других людей, это касается людей других, не вас. И ситуация, безусловно, очень неприятная, ситуация, безусловно, очень деструктивная. Но, несмотря на то, что ситуация деструктивная, как бы это исключительное дело ваших родителей и дело их сына. Не очень, не очень понятно, кто вы в этой ситуации, не очень понятно, какую роль вы играете в этой ситуации, честно скажу. Потому что, если вы, к примеру, если вы, к примеру, сестра, то вы можете взять ответственность, в принципе, сами за своего брата. Вот. Если вы, ну, не сестра, если вы не сестра, то, соответственно, непонятно тогда, почему вас это волнует, и почему вас это тревожит, и почему вас это беспокоит. Вот. Такая вот история. Как можно повлиять на родственников? На самом деле, никак, потому что люди-то, люди-то, люди-то взрослые. Вот, Эльвира. И раз люди взрослые, раз они так решили, то, никак их не означают, ну, разве что только угрозой какого-нибудь суда, угрозой какого-нибудь преследования, уголовного или, там, административного. Вот. Только так, только так, и по-другому здесь вряд ли, вряд ли по-другому здесь что-то получится. Вот. Поэтому, момент здесь такой. Да, их действия неправомерные, да, они просто не хотят связываться сейчас с трудным человеком, да, они просто закрывают глаза на него, на его проблемы. Да, всё верно, всё верно, это ужасно, это отвратительно, но это, это реальность, и не всегда в реальности бывает то, что, ну, так как, так как хочется. Вот. Вы можете, эм, ещё раз повторю, вы можете взять ответственность за этого человека сам, и самостоятельно стараться ему помочь, если вы считаете это нужно. Эм, требовать же делать это от кого-то, эм, очень неблагодарная история, потому что, если люди будут помогать такому человеку, если люди будут стараться помочь, то, они, эээ, возненавидят его. Но, я не думаю, что есть что-то хорошее в том, эээ, что будет какой-то негатив, ну, вот, по отношению к, эээ, человеку. Поэтому, то, что можно вам сказать, это, вот, исключительно, эээ, как бы, самостоятельно взять ответственность на себя, и делать для человека то, что вы можете. Вы говорите, что он находится в тяжелейшей депрессии, что он асоциален, нужен диагноз. Нужен диагноз, после, если будет диагноз, эээ, то, соответственно, эээ, после этого диагноза человеку могут назначить применительное лечение. Вот. Но, пока нет диагноза, нельзя сделать ничего. Пока нет диагноза, считается, что это здоровый человек, который, как разознанно, выбирает свои действия. Эээ, ну, выбирает то, как ему поступать, то, как, то, как, как, как и что делать. И, до тех пор, пока это так, у родителей его есть, эээ, основание, эээ, считать, что он здоровый человек. Есть, есть основание для оправданных ситуаций. Это неприятно, это ужасно, это больно, но это правда, к сожалению, опять же. Поэтому, ладно, ничего, здесь, эээ, именно с родителями делать нельзя. Потому что, ну, переубедить, эээ, взрослых людей, именно, именно взрослых людей, переубедить, ну, это, мало вероятно. Давайте все-таки будем честны. Вот, одна вероятно. Такая вот история, так я могу вам ответить. Надеюсь, что помог вам. Ээээ, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вы большая молодец, что беспокоитесь за, эээ, человека. Я не очень понял, кто это ваш брат или кто. Вот, вы большая молодец, что беспокоитесь, но, тем не менее, будет лучше, если вы самостоятельно. Возьмете на себя ответственность за человека. Вот, будет лучше, если вы возьмете, например, ответственность за человека. И, собственно, сделайте то, что в ваших силах. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, а, ну, чтобы вы знаете, что делать, я вам желаю, эээ, искренне всего, эээ, самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет, будет разрешена максимально корректно. Это последний раз. Поехали. Справшего благодарения. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.